всем привет сегодня мы рассмотрим интересный сундучок heimer фирма немецкая алком мобайл д.е. можно посмотреть по адресу страницы по немецкой и тут написано премиум quality for автомобиле практически по-английски вот такой сундучок под разными ручечкой с такими ликучками чтобы устанавливать его в машине замочек по кругу открываем задайте что в этом сундучку наверно догадались это аксессуар автомобильный давно просили меня на drive 2.ru сделать видео обзор по такому аппарату данном случае у нас автомобильный пилесос так вот у нас тут есть сам пилесос с длинным проводом длина этого провода где-то метров 4 мне кажется можно найти больше чем 4 с хорошим разъемчиком для 2 12 вольтовым прикуривателем автомобиля качественный качественный провод идет сейчас я стяжку и вкрутил ее временно чтобы не распутывался так что у него ходит пылесос хайнер джермании циклоник пауэр по-немецки центрифугал ступсугар да и немецкий не учил 12 вольт 138 ватт то есть 138 ватт это уже принципе на нормальная мощность для пылесоса если автомобильного есть пылесоса и послабее на качество европейский и российский не выбрасывать мусор циклону power pro professional вакуум клинер центрифугал есть такая у нас тут кнопочка включения он так что входит еще к этим пылесосов такая щеточка в дальнейшем эта щеточка приводится для не только чтобы пылесосить ну и для чистки фильтра саму трудно еще одна есть длинная такая же залазить где-то в длинные большие проемы автомобиля и не только автомобиля дальше я расскажу как где ее можно еще применить этот пылесос такая вот насадочка для чистки это чистки не ковров сидение автомобиля чехлов автомобиля собирала также идет инструкция на немецком конечно часть на немецком есть и на авто пылесос влажной уборкой меры предосторожности включите инструкции содержание присущей статье так следуйте указание при работе не переносите пылесос близко глазам и ушам убирайте неработающий пылесос и храните в сухом недопустимом для детей месте не работайте без фильтра немедленно ремонтируйте и заменяйте поврежденные детали не собирайте пылесос горячие материалы например горящие курки сигарет содержите пылесос в чистоте для улучшения работы при работе авто пылесоса не заводите двигателя автомобиля интересно почему так сделано какие-то перебои быть на генераторе не работайте загазованных из ревопластной атмосфере двигатель авто пылесос обычно создает искру которые могут вызвать воспламенение пылесос способен работать для до получаса без заметной разрядки исправных заряженной батареи работающий двигатель автомобиля сокращает срок службы авто пылесоса очень загвоздка то есть пылесосите нужно только выключенным зажиганием заглушенный двигатель при хранении мотайте провод вокруг рукоятки пылесоса как вариант можно тоже включение авто пылесос включается с двигом выключателя направлении носиков там где я показывал право то есть сухая уборка вставьте штекер гнездо прикуривателя и включите авто пылесос для лучшей уборки поддерживайте фильтр пылесосов с чистоте конечно после каждого пылесоса не нужно чистить фильтры желательно при чистке ковровых покрытий перемещайте носик пылесоса в направлении щелевая насадка для удобно труднодоступных мест используйте щелевую насадку которую надо вставить в носик пылесоса ну это делаем вот таким запуском понятно всем в принципе всегда вставляем и вот вот такая штука и пошла работает так удаление мусора из контейнерной чисткой фитля для удаления мусора из контейнера следует нажать клавишу отделить контейнер так делаем раз отделяет контейнер здесь у нас как показано фигура где-то где-то нет этой инструкции это только часть может в коробке бумажная осталось выменить фильтр тут здесь у нас идет вот такая колбочка она принципе можно и мыть чистый уборк идет фильтр это такой мелкий чтобы задержать большие большую грязь например зерна или комфортно уйдет конусные внутри идет вот такой фильтр это уже более для более пыльной чистки то есть я так понимаю что где-то может вот такая запчасть продан продается на замену вдруг если что чистить я уже говорил это выбрасываем и вот этой щеточкой можно чистить этот фильтр так вот такое дело вставляется он постепенно по-другому никак вот вот сам со стучи устройства пылесоса щелкается раз кнопочку под неделю все быстро собирается так щетку вот это я рассказал вам же по этой щеточки хорошо уже в сторону что и дальше лежал этот пылесос у меня уже давно еще с предыдущей машины когда-то подарили мне на день рождения я уже забыл принципе про него не так часто пылесосе в основном на мойке машину мыл чистил ну в основном раньше на старой машине то это постоянно пылесосе и вот задумался как можно еще использовать этот пылесос хотел найти инвертор то есть инвертор чтобы вставить вот такое гнездо вот блок питания видео в интернете есть такие блоки питания наподобие старых блок питания от nokia туда вставляешь и с другой стороны мы вставляем в розетку от 220 вольт то есть мы можем вот 220 вольт в принципе использовать пылесос но искал белок базаром принципе интернете есть но мне одно сомнение на базаре мне сказали что возможно какая мощность вашего пылесоса то есть мощность пылесоса 138 ватт а блок питания тут рассчитан чисто на зарядку мобильного телефона например если у вас есть зарядка автомобильная для мобильного телефона вы можете использовать и блок питания и в домашних условиях то есть инвертор 220 на 12 то есть в таком случае не посоветовали в принципе я когда-то уже знал об этом вот такая есть штука уже может догонялись скажу у всех у нас есть принципе блок питания у питания можно любой брать принципе 300 вольт 300 ватт компьютерный блок питания и вот я прикупил вот такую резеточку деточка у нас 1224 вольта то есть я уже взял мощную 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 чтобы нормально не горело ничего взял подороже где-то в районе 50 гривен это все дело мне вышло купил вот такие штекерки и подключил это минус это и это плюс то есть плюс этот у нас идет либо выбираем с лишнего провода это в данном случае с дисковода их уже давно не использует то можно можно в принципе сделать сюда эти клеммочки прицепить и что нам даст мощность блока питания у нас в принципе 300 ватт а мощность самого пылесоса на 138 ватт в принципе хватает 300 ватт блока питания если если вы не хотите заморачиваться с контактами возможный вариант такой я себе тоже сделал этот molex тоже минус плюс 12 вольт вставляем мы принципе такой минус либо у вас там например разобранный компьютер крышка снята вы принципе можете молит вставить себе сюда штекерки эти переставить плюс минус и это когда например у вас нету блок компьютера это когда есть у вас компьютер в принципе можете включить там и кнопочку включить на компьютере и принципе мощность уже пошла то есть но питание заработал напряжение пошло на пылесос если у вас нету компьютера могу посоветовать такую штуку скрипочка где-то было куда я поставил скрипочку что нам нужно нам нужно взять 3 штекер 20 пиновый если обычный блок питания бывают 20 пин вот здесь 20 пин то здесь изверху здесь и снизу плюс дополнительных 4 они идут на видеокарту для питания видеокарта пися экспресс дополнительных 4 разъемчиков старых блоков питания и шло 20 пин там используются разъем sgp мощность видеокарты достигала в районе 6 ватт в принципе то их не использовали вот это что кроме то что краном как бы так вы себя бы некоторых блок трехсот ватных блок питаниях он есть некоторых нет то есть нам нужно по счету раз два три четвертый зеленый разъемчик зеленый разъемчик закорачиваем с следующим следующим короче разъемчик минусом все мы закоротили это то есть мы закорачиваем если так штекер держим 4 и 5 разъем все мы закоротили то есть идет так штекер мы подключили уже есть подключены этого нам не нужно чтобы избежать закорачивания и включаем вот питание завелся если есть на блока питания разъемчик вот такой включатель еще проще не надо нам просто вставлять вилку и он запустил то есть его надо раз пошло нагрузкой до таком режиме нельзя использовать блок питания он должен использовать нагрузка тогда мы просто включаем штекер не подключить включаем а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая штука Также вы можете использовать этот пылесос в домашних условиях Например, пылесосить компьютер, вентилятор в компьютере Щетки есть, мощности в принципе хватает, чтобы собрать Дополнительно использую в процессе чистки компьютера Можно даже использовать вот эту щеточку Когда мы будем по деталям проходиться, она будет поднимать пыль И эта пыль в принципе будет засасываться с пылесосом внутри Также, как я уже сказал, после каждого пылесоса Желательно чистить пылесос Из-за чего это? Потому что, как бы инструкция говорит, что нужно чистить телефон Когда мы почистим пылесос, тогда в принципе мощность засасывания будет больше И у нас более эффективно будет работать сам пылесос Так, в принципе я сказал все Спасибо за просмотр Ставим лайки Пишем комментарии Всем добра И всем пока До новых встреч